Великой Отечественной войны В Беларуси начнут облагать налогом доходы от криптовалюты. К слову, сейчас физлица вправе ими владеть, майнить или отчуждать, однако это не будет считаться предпринимательской деятельностью. Если же человек помогает другим купить виртуальные деньги или дает советы по этому поводу, то такое занятие уже считается незаконным. Нарушители рискуют получить большой штраф и лишиться части дохода. Его могут конфисковать. В Бобруйском училище Олимпийского резерва прошло чествование лучших спортсменов 2023 года. Среди них Владимир Батраков, Анна Крюк, Виктория Нестеренко. Праздничное настроение в спортивном зале училища Олимпийского резерва обеспечивали выступления воспитанников авторской школы Ренаты Колодинской и вокальной группы «Веселые нотки» Туголицкой средней школы. В Бобруйске построят гребную базу. Расположится она на улице Толстого вдоль Березины. Также здесь запланировано размещение газовой котельной, трансформаторной подстанции и парковки на 43 парковочных места. Произведут благоустройство и озеленение прилегающей территории, появится наружное освещение территории объекта. Бобруйск участвует в республиканском фестивале «Киновек». Его организаторами выступают Министерство культуры и национальная киностудия «Беларусьфильм». В честь празднования столетия белорусского кино. Смотр начнется с показа первой отечественной картины «Лесная быль».